Не все уроки Весемира пропали зря. Ведьмак может забыть поесть, попить, даже подышать, но никогда не забудет позаботиться о своём мече. Ой, правда, он это всё время повторял, и не надоело ему. Что это была за тварь? Что? Какая тварь? От которой шрам над левым глазом. Он свежий, я его не помню. Это на память от Куралийской спалы. Очередной в моей коллекции, говорить не о чем. А твой неплохо затянулся. Авалак готовил для меня специальные мази. До того, как его поразило проклятие. Интересно, где он сейчас? Мы сняли с него проклятие. Он в Каэр Морхене и ждёт тебя. Ты шутишь? Нет, над этим ты бы шутить не стал. И это... это отлично! Какой приятный подарок! Ты доверяешь ему? Авалакху? Он ещё ни разу меня не подвёл. Ни разу! Как вообще получилось, что ты начала путешествовать с Авалакхом? С тех пор, как я оставила вас с Йен на острове Яблонь, Иридин и его красные всадники всё время шли за мной по пятам. Я бежала от них сквозь разные миры, и однажды охота меня едва не настигла. И тогда абсолютно из ниоткуда вдруг появился Авалакх. Он нашёл портал и перенёс нас в мир, где Иридин не мог нас выследить примерно полгода. Тогда зачем ты вернулась? Я думала, что дикая охота сбилась со следа, что я в безопасности. И потом я хотела вас найти. Тебя и Йеннифер. Ты искала нас, а мы тебе. Иногда мне казалось, что я отстаю от тебя всего на шаг, а иногда, что я хожу по кругу. Неудивительно. Часто я просто летела, не разбирая дороги. Ну тогда расскажи мне, как всё было по очереди, с самого начала. Как только мы появились на Артскеллиге, Иридин сразу нас нашёл. Его красные всадники нас окружили. Я думала, это конец. Но оказалось, что у Иридина другой план. Он вытащил Филактерий и распечатал его. Вдруг всё окутал туман, и Авалакх начал задыхаться. Тогда Иридин и наложил проклятие, которое превратило Авалакха в уму. Да. Он не хотел его убивать, только унизить. Но Авалакх не сдался без боя. Он наложил какое-то заклинание и просто разметал бойцов охоты. А заодно половину леса на Артскеллиге. Это дало нам время для бегства. Авалакх открыл портал и я прыгнула туда. Он должен был пойти за мной, но, видно, из-за проклятия что-то пошло не так, и он не успел. Так или иначе, мы договорились, что если вдруг что-то пойдёт не так, то мы встретимся в его укрытии в Велине. Но вы так и не встретились. Я прошла через портал, но вместо убежища Авалакха вывалилась посреди кривоуховых топий. Я едва сбежала от ведьмы. Потом был барон. А ты знаешь, что он взял меня на охоту и что я убила кабана мечом? Слышал. В общем, это вышло случайно. Мне вообще не хотелось ехать на эту охоту, но глупо было отказываться. Я не взяла никакого подходящего оружия, потому что не собиралась им пользоваться. Я просто ходила по лесу, дышала свежим воздухом и вдруг услыхала странный звук. На тебя напал кабан? Угу. Здоровый как тур и бросился прямо на меня. А у меня был только меч. Ты отлично справилась. Люди барона до сих пор вспоминают. Они простые солдаты. Я с ними хорошо ладила. Жалко, что пришлось оттуда бежать. Но я не хотела надравить на них дикую охоту. Потом я знала, что проклятие набирает силу. Поэтому вместо того, чтобы искать Авалак, решила найти тебя и Йен. А как вышло, что ты попала к ублюдку-младшему? Я не могла вас найти, а мне надо было починить филактерии. Обычные ремесленники мне бы не помогли. Тут был нужен очень сильный чародей. Лютик посчитал делом чести помочь мне. Организовал встречу с каким-то чародеем. Но оказалось, что это ловушка храмовой стражи. Он мне ничего об этом не рассказывал. Наверное, не хотел тебя расстраивать. Потом мы узнали, что стражи постоянно устраивают такие провокации, чтобы поймать тех, кто сотрудничает с чародеями. Стало понятно, что придется искать другой способ. Тогда Лютик сказал, что в Новиграде есть человек, который может больше других. И что наверняка у него есть и выход на кого-то, кто починит филактерии. Ублюдок-младший. У меня было подозрение, что это не лучший замысел, но я была в отчаянии. У меня просто не было выбора. Предчувствие тебя не обмануло. Вы нашли не лучшего союзника. Этот дубина, ублюдок-младший, вбил себе в голову, что мы его обманули и похитил Дуду. А вы его отбили и бежали на храмовый остров. Отличный план. Да не было у нас плана. Мы просто помчались, куда глаза глядят. Я даже не заметила, что стражники загоняют меня в ловушку. Просто в какой-то момент я поняла, что должна исчезнуть. Немедленно. Принеслась на скеллини. Побережье Хендерсфьяля было первым приятным местом, которое пришло мне в голову. Когда-то мы плавали там с Хелмаром. То есть ты случайно там оказалась? Я думал, вы условились встретиться там с Авалакхом. Нет, он просто почувствовал, что я использовала силу. По тому же принципу Иридин может чувствовать, где я. Впрочем, именно поэтому он вскоре появился там со своими всадниками. И снова все понеслось очень быстро. Лафотен, нападение охоты, побег. А потом все, что я помню, это сны. Что тебе снилось? Потому что у меня в последнее время были одни кошмары. У меня по большей части тоже. В одном из них тебя подкарауливал монстр, который вырос из мертворожденного ребенка. Это ужасно. Но были и милые вещи. Например, мы сидели у огня, пили хорошее вино, а вокруг танцевали и смеялись люди. Это и правда гораздо приятнее. Но все все равно заканчивалось в какой-то башне. Что бы мне ни снилось, в конце я все равно входила в башню. Ты знаешь эту башню? Знаешь, где она? Не знаю. Мне кажется, нет, но с другой стороны было в ней что-то знакомое и поразительное. Она была суровая и мертвая, но я чувствовала, что должна войти внутрь. И ты вошла? Нет. Всегда все заканчивалось поисками входа. А в последний раз вместо башни я увидела твою седую голову. Если бы не этот шрам над глазом, я бы подумала, что это все еще сон. Я боялся, что ты умерла. Я встретил здесь краснолюдов, которые пытались тебя будить. Они говорили, что ты ледяная и не дышишь. А все-таки ты пришел. Ну, кто станет слушать краснолюдов? Кстати, они, должно быть, уже заждались. Надо идти. На берегу ждет лодка. Потом поедем в Каэр Морхен верхом. Верно. Лучше путешествовать общепринятым способом. Хотя через портал было бы быстрее. Это моментально привлечет Эридина. Лучше не рисковать. Кроме того, я терпеть не могу порталов. Сука. Слушай, надо что-нибудь придумать. Забери нас отсюда. Они узнают, где мы. Они найдут меня. Они уже нашли. Забери нас домой. Субтитры создавал DimaTorzok